Первая книга про Липоменон Главный Ахиезер И Иозавад из Гидеры, Елузай и Еремов, Виалия, Шамария, Сафатия, Харифьянин, Елкана из Шияху, Азариил, Иезер и Иошафам, Корьяни. И Иоела из Ивадия, сыновья Ие, Рохама из Гидора и из Гадитян перешли к Давиду в укрепление в пустыню люди мужественные, воинственные, вооруженные щитом и копьем, лица львиные, лица их, и они быстры, как серны на горах. Главный Езер Они-то перешли Иордан в первый месяц, когда он выступает из берегов своих, и разогнали всех живших в долинах к востоку и западу. Пришли также и сыновей Вениаминовых и Иудиных в укрепление к Давиду. Давид вышел навстречу им и сказал им, «Если с миром пришли вы ко мне, чтобы помогать мне, то да будет у меня с вами одно сердце. А если для того, чтобы коварно предать меня врагам моим, тогда как нет порока на руках моих, то да видит Бог отцов наших и рассудит». И объял дух Ама-Асая, главу 30, и сказал он, «Мир тебе, Давид, и с тобою, сын Иесеев, мир тебе и мир помощникам твоим, ибо помогает тебе Бог твой». Тогда принял их Давид и поставил их во главе войска. И из колена Монассийна перешли некоторые к Давиду, когда он шел с филистимлянами на войну против Саула, но не помогал им, потому что предводители филистимские, посоветовавшись, отослали его, говоря, «На нашу голову он перейдет к господину своему Саулу». Когда он возвращался в Секелаг, тогда перешли к нему из Монассиан, однах, Иозавад, Иедиаел, Михаил, Иозавад, Елигу и Цилльфай, тысяч начальники у Монассиан. И они помогали Давиду против полчищ, ибо все это были люди храбрые и были начальниками в войске. Так с каждым днем приходили к Давиду на помощь до того, что его ополчение стало велико, как ополчение Божие. Вот число главных войске, которые пришли к Давиду в Хеврон, чтобы передать ему царство Саулова по слову Господню. Сыновей Иудин, их носящих щиты копье, было шесть тысяч восемьсот готовых к войне. Из сыновей Симеоновых, людей храбрых, в войске было семь тысяч и сто. Из сыновей Левииных, четыре тысячи шестьсот. И Иодай, князь от племени Аарона, и с ним три тысячи семьсот, и Садок, мужественный юноша и род его двадцать два начальника. Из сыновей Вениаминовых, братьев Сауловых, три тысячи, но еще многие из них держались дома Саулова. Из сыновей Ефремовых двадцать тысяч восемьсот людей, мужественных, людей именитых в родах своих. Из полуколена Монассийна восемнадцать тысяч, которые вызваны были поименно, чтобы пойти воцарить Давида. Из сыновей Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что когда надлежало делать Израилю. Их было двести главных, и все братья их следовали слову их. Из колена Завулонова, готовых к сражению, вооруженных всякими военными оружиями, пятьдесят тысяч в строю единодушных. Из колена Нефалимова, тысячи вождей, с ними тридцать семь тысяч с щитами и копьями. Из колена Данова, готовых к войне, двадцать восемь тысяч шестьсот. От Осира воинов, готовых к сражению, сорок тысяч. Из Заердана, от колена Рувимова, Гадова и полуколена Монассийна сто двадцать тысяч со всяким воинским оружием. Все эти воины в строю от полного сердца пришли в Хеврон воцарить Давида над всем Израилем. Да и все прочие израильтяне были единодушны, чтобы воцарить Давида. И пробыли там у Давида три дня, ели и пили, потому что братья их все приготовили для них. Да и близкие к ним, даже до колена Иссахарова, Завулонова и Нефалимова, привозили все съестное на ослах, и верблюдах, и мулах, и валах, муку, смоквы, и изюм, и вино, и елей, и крупного и мелкого скота множество, так как радость была для Израиля. Продолжение следует...